Привет! 4 июля. Иду за ловушкой. Вот когда ставил вот эти вот цвели таким пухом, пчела пыльцу собирала. Сейчас вот такое вот, не знаю как называется дерево. Значит, семья трутовка есть, матка не облетелась, да потом пропала. Ну и долго, и пчелы начали уже Значит, сейчас идем ловушку смотреть. В этом году ставил по две ловушки, но я не в те годы пробовал. Рядом. Значит, здесь вот пусто в этот раз. В этом году было сразу по дворуя. И здесь вот еще раек. Пчелка залетает, но сейчас вечер. Значит, снимаю и везу на паську. Дальше все покажу. Всем привет! Тут уже утро. Пчелки в ловушке облетаются. Поставил на то место, где будет улей и буду пересаживать эту с ловушки пчел в улей. Значит, а вот этот зеленый, то здесь пчела трутовка. Ну, если камера увидит, покажу. Потому что только начали они в трутовые ячейки ложить пчелы, в мисочки там тянуть. А два-три яйца. Ну, только-только. Матку не найду. Молодая была, не облетелась. Или вообще потом пропала. Может, на облет улетела. Уже очень много времени прошло. Значит, мне главное, чтобы рой был. Матка была. Ну, матка есть. Видно, что пчела работает хорошо. Пальцу же носит. Ройок небольшой. Наличие матки. Рамка печатного расплода. И пару рамок пчелы. Чтобы была свита матки хорошая. Матку буду сажать в изолятор для подстраховки. Потому что вот этот улик, он полный. 10 рамок битком пчелы. Но лед слабенький. Пчела висит. Вон, отводочек и то лучше работает, чем вот этот полный улик пчелы. Поэтому будем... Стадия такая. Тока начинают пчелы. Не то, что там они уже по 10 аи сложат в каждую ячейку. Тока. Я убрал второй корпус, чтобы рамки не испортили мне. Главное, вот вовремя. Она будет все проще. Сейчас все покажу. Ну, вот я с ловушки пересадил синий улей. Зеленый это двинул. И буду матку вот такой изолятор однорамочный сажать для подстраховки. Потому что начинает возвращаться влетная пчела зеленого уля. Потому что синий на ее месте стоит. Видно, что ее больше. Раек небольшой. Там три рамочки от силы пчелы. Печатный расплод есть. Ну, матку для подстраховки. Даже вот этот я могу просто отнести. Высыпать не буду. Потихоньку пчела будет влетно возвращаться. Значит, сажаю матку в изолятор на сутки. Завтра уже выпишу. Сейчас начинает свисти подсолнух. Такой взяточек. Пчела возвращается огруженная. Прием матки будет хороший. Вот, пока же, кто не знает. Я сам раньше не пользовался. Это очень знакомый Михаил с белой олидной мне подсказал. Хороший изолятор вещь. Иногда где-то таких... Вот, рамочку я вставил. Тут крышечка. Она вот так закрывается. Ну, там челка, расплод, медок. Дно буду открывать, оставлять открытым, чтобы не запарить, потому что в этом изоляторе надо, чтобы вентиляция была. Все. Сейчас пустые суши поставлю рядом. Вот, видно, что летная пчела возвращается. Это зеленая улья. Я его в сторону уберу, пока вытряхивать не буду, чтобы сильного массового не было такого напада. Человечка пролета сильного. Ну, вот, с этого зеленого улья достал рамочку. Это расход я ставил. Значит, вот, не знаю, ну, камера не увидит, чтобы показать. Вот, вот, мисочка. И там по два, по три яйца. Вот здесь вот три яйца. Ну, это пчела-трутовка так дуркует. Вот таким образом выглядит пролет пчелы обратно. Вот зеленый улья я отнес. Вот после обеда время. И две рамки сейчас труханул. Еще остальные там рамок шесть остались. Чтобы постепенно, постепенно, постепенно летела пчела. Не сразу, блин. Ажиотажа сильно не было. Спешить некуда. Ну, вот так. Пчелка потихоньку летит, летит. Все, постряхивала. Где заходит, где висит. Буду еще потом магазинчик ставить, а может и корпус, потому что подсобный зацветает, взяток пойдет. Так, ну, глянем там, что осталось. Ну, вот я прошел тут на огород. Пчелка еще не успокоилась. По земле такие вот остаются. Конечно, жалко. Здесь и молодая пчела ульевая, которая еще дорогу не знает. И тротовка. Бывало, я такие клубки, когда рядом дерево, на дерево висят. Я потом через день их снимаю и подсажу, и тоже нормально. Ну, посмотрим, что где-то вечером останется. Ну, вот собирается. Какой-то клубочек небольшой. А без этого никак. Ну, вот прошли почти сутки. Сейчас утро, 9 часов утра. Так, пчелка работает. Летная в работе. Буду выпускать матку. Значит, сейчас выпущу. Вечером. Посмотрим, живая нет. И добавлю еще магазинчик. Может и корпус. Есть пчелка. Ну, она таки должно быть. Трутовок убивает. Ну, это что? Это две штучки. Ну, и там штук пять еще было. За все время. Пчелка. Подсолнух начинает свистеть. Так что, все будет хорошо. Так, ну, буду без дымаря. Надеюсь, пчелки дадут мне. Вот такая апсидка хорошая. Одной рамки нету, потому что... Изолятор. Эти рамку взять. Так, ну, это я покажу. Кто, может, не знает. Так, вот это изолятор. Крышечка. Аккуратно я смотрю. Здесь был открытый рассмотр, поэтому я долго не буду. Да, вот все в яйце. Матка сеет. А, матка вот она. Покажу, вот она маточка. Все в яйце здесь. Берем. Не знаю, как я тут верлядят до... ... Ну и рамочку, которой не хватало, оставляет. И все, ждем вечера. Ну, вечер уже, шестой час, пчелка немножко летает еще. Значит, я положил шиферину, посмотреть вдруг маткости выкинуть. Но маткости я не нашел, есть пчелки убитые, это, может быть, были тротовки пчелки. Все, сейчас постараюсь посмотреть маткости, найду, покажу, но сильный ветер будет, как получится. Честно говоря, уже думал, матку не найду. А вот сейчас предпоследнюю рамку открыл, и вот она маточка. Не знаю, видно, нет. И вот она ходит. Вот, это у нас предпоследняя рамочка. Ну, я думаю, все будет хорошо. Все, всем удачи. Добавлю и магазинчик, потому что все здесь рамок обсижены, хорошо, плотненько сидят. Ну, пчела еще не особо работают, сейчас еще денек-два, и будет сегодня хорошо.